В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Опасное соседство. Очередное обращение в городской дозор. Праздник четвероногих друзей. 2 июля – Международный день собак. Цветы и фрукты. В библиотеке имени Нейковского открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Пьяных за рулем будут наказывать строже. Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. С июля штрафовать будут на сумму от 300 до 500 тысяч рублей вместо 200 – 300 тысяч, а тюремный срок за повторное нарушение увеличился с 2 до 3 лет. Соответствующие изменения внесены в статью 264 УК РФ. Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы и принудительные работы до 3 лет. Также нарушители начнут лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Кроме того, с июля правоохранители смогут получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших россиян для их поиска. Согласно новому закону по постановлению одного из руководителей ведомства, занимающегося розыском пропавшего человека, можно будет получить информацию о местоположении телефона и последних звонках пропавшего. Документ должны подписать в течение суток с момента получения информации о пропаже человека. То есть больше не придется дожидаться решения суда, когда счет в ходе поиска идет на часы. Среди подписанных президентом новых законов еще один упрощающий выезд за границу для несовершеннолетних. Для выезда из России ребенка вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого родителя или опекуна. При подаче заявления о несогласии законный представитель может указать срок его действия и страны, выезд в которые он запрещает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Животными в Сарове стали происходить с пугающей периодичностью. В доме по улице Силкина с балкона пятого этажа, по словам очевидцев, за неделю сбросили 12 кошек. Соседи их ловят и отдают волонтерам. Предположительно, своих питомцев владелец выбросил сам. Его поведение жителей дома порой пугает. Вот раз он к нам приходил в 11 вечера, стучал в дверь, спрашивал, зачем мы в его собак стреляем. Потом бегал, говорил, что к нему люди в черном какие-то приходили, кошек с балкона забирали у него. Но это давно было, да меньше года назад. С собакой тоже вот все то же самое, он ее то выпускает, то запускает. Но все время ему кажется, что к нему кто-то приходит. Большинство кошек не получили при падении серьезных повреждений. Недаром говорят, что у них 9 жизней. Но одному пушистому красавцу повезло меньше остальных. При падении он повредил лапу. Помощь ему оказали волонтеры. Рентген показал, что конечность у кота сломана, причем перелом серьезный. Соседи вызвали полицию. Сотрудников правоохранительных органов и волонтеров мужчина пустил в квартиру, в которой оставался еще один кот и собака породы Алабай. Это было ужасно. Везде мусор, грязь, экскременты животных. Запах ужасный. Кота мы все-таки забрали. В мисках кошек, горох и кукуруза, рассказала Светлана Лебедева. По ее словам, подобные несчастные случаи с питомцами в этой квартире происходят уже на протяжении нескольких лет. Дверь нашей съемочной группе владелец не открыл. От такого соседства страдают и жильцы дома. Елена Валентиновна уже давно оставила любые попытки сделать ремонт в своей квартире. Что с потолков? Во-первых, по газовой трубе постоянно течет вода. Я уже опасаюсь, что сама газовая труба скоро прожавеет. Когда я поднималась когда-то к нему много лет назад, у них там стоит холодильник. Вот это протекает не только до меня, а до соседки снизу. Желтые бурые разводы на потолке и такие же потеки на стенах. По газовой трубе непонятная жидкость добралась и до квартиры на третьем этаже. В таком ритме идут годы, но вопрос не решается. Получить комментарий правоохранительных органов нам так и не удалось. Премьер-министр Михаил Мишотин установил величину прожиточного минимума на 2022 год для разных групп населения. С 1 января она составит в целом по стране на душу население 11 950 рублей, в этом году 11 653 рубля. Напомним, теперь правительство устанавливает прожиточный минимум сразу на весь год, а не от квартала к кварталу, как это было раньше. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство расширило возможности многодетных семей, желающих получить компенсацию на погашение ипотеки. Ранее выплату можно было использовать только для погашения ипотечного кредита на покупку квартиры, готового участного дома или участка под его строительство. Теперь появится возможность направить средства на погашение ипотеки, взятые на строительство жилья, покупку недостроенного дома или квартиры по договору паевого взноса, выкуп доли в квартире или доме, если в результате весь объект недвижимости переходит в собственность семьи. Таким образом, еще больше многодетных семей смогут получить компенсацию и быстрее погасить ипотеку. Решение коснется даже тех граждан, которые взяли ипотечный кредит до введения новых норм. Закон, согласно которому семьи с тремя и более детьми могут получить компенсацию для погашения ипотеки, приняли в апреле этого года по инициативе президента. Сумма выплаты может составить до 450 тысяч рублей. Юным россиянам раздадут карты с деньгами на театры и музеи. Программа «Пушкинская карта», направленная на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи, заработает с 1 сентября. Об этом сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова. Ребята, которым к 1 сентября уже исполнится 14 лет, а также те, кому еще не стукнет 23, смогут до конца года получить 3000 рублей. Эти деньги можно будет потратить в учреждениях культуры, сходить на концерт, спектакль, выставку или экскурсию. С 1 июля МФЦ перешел на новый режим работы. По вторникам, средам и пятницам многофункциональный центр принимает горожан с 8 до 17 часов, по четвергам с 8 до 20 часов, по субботам с 8 до 13.30. Воскресенье, понедельник, выходные дни. Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Войнович, большинство стандартных тестов не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета. Определение того, какой у вас уровень иммунитета требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты высокообразованных специалистов, которые смогут сказать, да, у вас иммунитет достаточно высок и вы будете защищены. Остановить пандемию можно, подчеркнула представитель ВОЗ. Она добавила, что сделать это надо в этом году, но нужны общие усилия. Войнович подчеркнула важность ношения масок даже после прививки, так как вирус все равно может передаться от одного человека к другому. Лучшей защитой от вируса остается вакцинация. Записаться на прививку в Сарове можно через портал пациента, либо через регистратуру обеих поликлиник. В городе привито уже более 13,5 тысяч человек. Газ взорвался в доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода утром 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Нижегородской области. В результате взрыва разрушились межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла. Троих пострадавших госпитализировали. Подробнее о происшествии расскажем далее. Около 7 часов утра 2 июля в трехэтажном жилом доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел хлопок газо-воздушной смеси. По предварительным данным пострадали 4 человека. На место происшествия выехали представители силовых структур скорой помощи МЧС. По прибытию визуально наблюдалось повреждение, остекление и перекрытие между первым и вторым дозором. Оперативно было ему появлено более 60 человек и 9 детей. После осмотра места происшествия специалисты установили, что, скорее всего, причиной ЧП стало неосторожное обращение с газовым баллоном. Следственные органы продолжают работу. Эвакуированным жильцам предоставят временное жилье. Это не первый в этом году в регионе случай взрыва газа. Вечером 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша прогремел взрыв. Тогда погиб трехмесячный ребенок. Серьезные травмы получили 8 человек. Life.ru опубликовал новые подробности трагедии. По данным издания, хозяева сразу нескольких квартир решили сэкономить на подключение газа и обратились к частникам. Рабочие не заглушили магистраль, которая начала подавать газ в пустую квартиру. В Сарове газовые плиты установлены в 16 тысячах квартир. Раз в год оборудование проверяют сотрудники газоснабжающей компании. Но и жильцам не стоит забывать основные правила обращения с газом. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть, если вы приготовление пищи, то нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованности помещения. Обязательно проверять работу вентоканалов. В основном утечки происходят из-за человеческого фактора. При появлении запаха газа специалисты Саровгаза рекомендуют незамедлительно вызывать аварийную бригаду, которая ликвидирует взрывоопасную ситуацию. 2 июля в мире отмечают Международный день собак. Как сказал в далеком 1870 году сенатор Джордж Вест, собака – это последний ангел, который остался на земле ради человека. Она его единственный, совершенно бескорыстный друг, верный и преданный. К сожалению, далеко не все люди готовы отплатить собаке тем же. В декабре 2019 года в приемнике для безнадзорных животных появилась новая обитательница. Немецкую овчарку подобрали во дворе жилого дома в крайне истощенном состоянии. У нее подкашивались лапы, и ей явно нужна была ветеринарная помощь. Собаку доставили в приемник. И почти сразу же у нее начались судороги. Мы думали, что она вообще не выживет. Но были по тревоге подняты сотрудники, был вызван врач. Два дня мы боролись за ее жизнь, и вообще было неизвестно, что с ней будет и выживет ли она. Собака выжила, выздоровела, окрепла и превратилась в настоящую красотку. Назвали ее Афиной. Непонятно, почему ее тогда довели до истощения. По версии тех, кто ее спас, собака жила у алкоголиков, которым была не нужна. Афина явно знавала лучшие времена. Она понимает команды, прекрасно ходит на поводке и ладит с людьми. Собаке примерно 7-8 лет. Породистая, красивая собака. Она не злая. Она добрая, очень общительная, позитивная, такая слегка флегматичная. Афина живет в приемнике уже полтора года. За это время были желающие забрать ее к себе, но для сотрудников и волонтеров она стала родной. Поэтому к выбору будущих хозяев они относятся очень серьезно. Собаку готовы отдать тому, кто знает особенности породы. Со времен жизни у прежних хозяев у Афины остались проблемы со здоровьем. Животное нужно периодически показывать врачу. Однако тот, кто не побоится трудностей, обретет в ее лице настоящего верного и преданного друга. По всем вопросам, связанным с Афиной, звоните по номеру, который видите на экране. Вместе с ней в приемнике живут около 20 собак. Всем им нужны заботливые и любящие люди. О каждом из этих животных мы рассказываем в рубрике «Ищу хозяина». Цветы и фрукты. В зале искусств библиотеки имени Маяковского открылась новая выставка. Художница Анастасия Тишкина представила свои натюрморты, выполненные в жанре суперреализма. Это ее первая экспозиция в Маяковке. В будущем сотрудники библиотеки планируют представить читателям другие работы мастера. Подробности далее. Любимый жанр автора выставки Анастасии Тишкиной – суперреализм. Ее работы очень теплые, лиричные. Создать такую неповторимую романтичную атмосферу помогает техника, в которой работает девушка – сухая пастель. Некоторые работы сделаны на наждачной бумаге, что придает им бархатистость. Это лето, это живые краски, это замечательные цветы, весенние и летние, и удивительные фрукты. Например, гранаты, которые, кажется, не столько изображена кожа самого граната, сколько вот тот живой сок, который скопился в этих красивых зернах. И вот кажется, что он сейчас прорвется наружу, настолько они красивы и реалистичны действительно. Особое место на этой выставке, безусловно, занимают цветы – тюльпаны, ромашки, розы, сирень. Каждое полотно передает настроение художнице. Кажется, задержав внимание на любой из этих картин чуть дольше, можно почувствовать чудесный аромат этих реалистичных букетов. Мне очень нравится, Настя, на работа «Букет на 8 марта». Такая, знаете, романтика. Фиолетовые, не сиреневые розы, сиреневая такая с жемчужным оттенком драпировка, чашка чая. Вот так бы каждую женщину 8 марта встречали бы все. Розы, чашка чая или кофе и нежные весенние тона. Выставка в библиотеке имени Маяковского продлится до 1 сентября. Посетить ее может любой желающий. Ограничений по возрасту нет. О таком явлении, как неопознанные летающие объекты, ученые спорят на протяжении нескольких десятилетий. Исследователи считают появление НЛО свидетельством деятельности внеземных цивилизаций. Даже сформировались движения, которые ищут пришельцев и фиксируют факты их наблюдения. В честь объекта внеземного происхождения создан международный праздник – День НЛО. Его отмечают 2 июля. Ежегодно 2 июля отмечается День НЛО или Праздник Уфолога. Этот день посвящен тем, кто занимается изучением явлений, не имеющих логического объяснения и предметов внеземного происхождения. Выбор даты не случайен. Именно 2 июля, 74 года назад, произошел розыльский инцидент. Упал неопознанный летающий объект. Это событие вызвало много споров. Многие считают, что это упала летающая тарелка с пришельцами. Мы решили узнать у сыровчан, верят ли они в НЛО. Верите ли вы в НЛО? Да, верю. Не может человек жить один. Он должен жить в обществе. А общество, оно может быть земное, неземное, любое, другое, разное, всякое. Я не верю. Вы уже спросили, веришь, не веришь. Ответа нет. Не знаю даже. В Бог верит. Значит, есть, наверное. Конечно. Мы определенно не одни. Мне некогда сейчас об этом рассуждать, честно. Верю. Мы не одни, это естественно. Верю, конечно. Сложно, конечно, но, наверное, все-таки есть. Как показал опрос, часть сыровчан считает, что инопланетян не существует. Но большинство опрошенных уверено, что мы не одни во Вселенной. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбука и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА